Время смелых решений Спортсмены Томми Смит и Джон Карлос протестуют против политики своей страны во время вручения олимпийских медалей, несмотря на угрозу дисквалификации Во время записи белого альбома барабанщик Ринго Стар покидает Битлз и решает заняться сольными проектами Создатель советской водородной бомбы Андрей Сахаров становится диссидентом и открыто критикует власть А самый популярный чернокожий певец Америки отправляется во Вьетнам в зону боевых действий Это Джеймс Браун, и он только что записал новый сингл Песня «I got the feeling» возглавляет R&B-чарты Америки и приносит хорошие деньги Браун прославился в 1956 году песней «Please, please, please» Парень из бедной семьи, выросший в борделе, отсидевший три года за грабеж Покорил публику своей манерой петь и держаться на сцене К середине 60-х его называют главным чернокожим певцом Америки Он автор десятка хитов, а ему всего 35 лет Браун уже очень богатый человек В 65-м он стал первым чернокожим американцем, который купил свой собственный самолет Браун – пример для чернокожих Америки Когда в США начинаются массовые акции против сегрегации Черные активисты призывают певца поддержать протест Браун – это не только для чернокожих Америки Вместо протестов певец покупает радиостанции и строит собственную медиа-империю Браун – воплощение американской мечты И хочет, чтобы каждый мог достичь ее, независимо от цвета кожи А это Майкл Ему всего 10 лет И он мечтает стать новым Джеймсом Брауном В этот момент Майкл – самый младший в семейной музыкальной группе Из пяти братьев они уже несколько лет пытаются покорить Америку В 68-м году эта цель близка, как никогда Майкл с братьями добиваются прослушивания на лейбле «Моттаун» в Детройте Это самый престижный лейбл для чернокожих артистов Чтобы поразить продюсера, Майкл поет последний хип Брауна «I got the feeling» Копируя движение и стиль своего кумира А сам Джеймс Браун готовится к большому концерту в Бостоне За день до выступления он узнает, что убит лидер движения «За права чернокожих» Мартин Лютер Кинг Волна насилия прокатывается по стране Мэр Бостона опасается, что концерт превратится в бунт Но Браун отказывается отменять концерт Мэр соглашается при одном условии Концерт Брауна транслирует по ТВ, чтобы заставить чернокожих фанатов сидеть дома у телевизора Беспорядки все равно случаются во время концерта Но Браун знает, как разговаривать с толпой Я попросил полицейских отступить, потому что думал, что заслуживаю немного уважения от своих же зрителей Ничего не понимаю! Мы вместе или нет? Это понятно На следующий день после концерта Браун летит в Вашингтон, где беспорядки не утихают уже два дня Браун выступает с речью, но его слова никак не влияют на происходящее В беспорядках гибнет 12 человек Тем не менее, правительство США считает Джеймса Брауна чуть ли не единственным черным, кто может погасить расовый конфликт в стране В мае его приглашают в Белый дом Воспользовавшись ситуацией, певец предлагает отправить его во Вьетнам Браун давно мечтает поехать туда и стать первым черным певцом, который выступит перед солдатами Двухнедельный тур Джеймса Брауна во Вьетнаме начинается 5 июня После убийства Мартина Лютера Кинга в американской армии все больше проблем на расовой почве Чтобы показать пример, Браун берет с собой белого басиста Летом 68-го Вьетнам очень опасное место За последние полгода здесь погибло более 115 тысяч человек Но несмотря на угрозу обстрелов, концерты Брауна проходят с огромным успехом Во время тура он выпускает патриотический сингл «Америка – мой дом» Только ленивый не критикует позицию Джеймса Брауна Черные радикалы называют его дядей Томом Вспоминая книгу «Хижина дяди Тома», главный герой которой смирился с рабством Знакомые советуют Брауну не лезть в политику Под дверь певца в отеле подкладывают муляж гранаты с надписью «Джеймс Браун» Браун на эмоциях публично обещает больше не вмешиваться в политические вопросы Но он не выдерживает и месяца В августе он смотрит криминальные сводки по ТВ и видит очередные разборки в черном гетто Сидя перед телевизором, Браун пишет новую песню «Скажи громко, я черный и я горжусь этим» В этот же вечер он бронирует студию Браун просит немедленно найти 30 детей для бэк-вокала Каждому ребенку дают по 10 долларов и пластинку Брауна Браун не единственный музыкант, который откликается на протестное настроение в обществе Бразильские музыканты Каэтано Вилозу и Жильберту Жил Арестованы за участие в антиправительственных акциях протеста и высланы из страны Советский актер и певец Владимир Высоцкий подвергается цензуре И ему приходится оправдываться за свои песни перед властями Джим Моррисон пишет антивоенную песню «Неизвестный солдат» и снимает на нее клип В это время его отец командует морскими операциями против Северного Вьетнама После прослушивания песен в духе Джеймса Брауна Лейбл Моттаун заключает договор с группой Джексон Файв А юный Майкл Джексон продолжает пристально следить за своим кумиром и у него учиться В декабре 68-го Браун становится первым чернокожим артистом Признанным журналом Cashbox Magazine лучшим поп-певцом года Он споет свой новый хит «Я черный и я горжусь этим» на инаугурации президента Никсона Джеймса Брауна будут называть отцом основателя фанка и хип-хопа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok